Прошло четверть часа, полчаса, но никто не звонил. В два часа Елена Петровна вскочила. Нет, это невозможно. Так я с ума сойду. Она бросилась к шкафу, порывисто достала черное платье, опрокинула духи. Когда Елена Петровна выходила из дому, часы пробили три. Москва спала в слабом свете фонарей и снега. На Пушкинской площади ее остановил патруль. Она показала патрульным свои документы, сказала, что ее муж, раненый на фронте, проезжает через Москву. Сейчас он на Белорусском вокзале, и она должна его увидеть. При слове муж Елена Петровна покраснела. Но никто из бойцов этого не заметил. Они думали, переминались. Наконец, старший сказал, допустим, это верно. Но Москва-то на военном положении, гражданка. У меня так мало осталось времени. Но было бы у вас время, мы бы вас задержали. Это уж точно. А ну, Сидоров, придержи машину. Сидоров остановил пустую легковую машину. Старший проверил документы у шофера. О чем-то с ним поговорил. Садитесь. Сидоров, доедешь с гражданкой до вокзала. Для проверки, сказал он. И улыбнулся. И, между прочим, чтобы вам, вас опять не остановили.